а и всем здорово с вами снова атлантида давно не виделись надеюсь вы успели уже заценить то что у нас сегодня выйдет в нашем видео ролики перед тем как начать чуваки хотел бы сказать то что у меня запустились курсы по поводу всех вопросов вы можете перейти по ссылочке в описании оставить заявку с вами свяжутся напишут расскажут все чё почем научим абсолютно любому жанру поэтому чуваки если интересно перебегайте а мы уже давайте будем начинать первые чуваки на что стоит обратить внимание конечно пипи м пипи м у нас будет 150 в данном случае также чуваки не забывайте покупать рамки ссылка на него тоже в описании вот эти все звуки которые вы здесь видите это вся половина звуков есть конечно же в этом паке моем который находится у меня в описании но есть эксклюзивные звучки которые выйдут новом паке слайд панк драмки но это будет чуть-чуть попозже дату я анонсирую своем telegram канале заходите и следите теперь давайте начинать первое на что мы обращаем внимание это пипи м пипи м у нас 150 что немного интересно для фанк звучание мастер канал супер загруженный этот присед чуваки вы получите только на 300 лайков потому что 100 лайков для этого проекта будет супер мало поэтому чуваки давайте уже разбирать первое чему мы перейдем это кик сначала мы отключим мастер послушаем все звуки без обработок и после чего я вам покажу все на мастере 1 это у нас вот такой вот жирный кик второй кик тот же самый просто прямой дальше great супер жирно с дальше самый сок это вот такая вот мелодия чуть просто бешеная разносящие ужасно кайповые дальше еще кики у нас просто повторяется партия вот такой вот жирный ваншот на низах ну чувствуете уже вот эту агрессию да и самый завершающий нас с вами именно ваншот по сэмплом это у нас вот такая вот мелодия на низких частотах уже сочно уже вкусно еще один ваншот на низких частотах и еще один такой же но уже гораздо выше по тонаре дальше разбираем с вами чуваки первое это перкуссия такая супер дефолтный дальше вот такой вот бокс вот такой вот у нас сексуальный бокс интро вот такой вот замечательный просто грейв который идеально вписался в самое начало нашего с вами трека давайте еще раз просто вообще разнос дальше вот такой у нас есть это это короче типа что-то бокса для дробову скажем так и все это на закрывает перед дропом вот такой вот звучок просто разносящий и у нас на нашей мелодии с вами играет вот такой вот сэмпл просто нарезан и еще вот такой вот шел на второй партии нашей с вами ударки у нас играет вот такой бокс ну супер дефолтный думаю все его знаете и вот такой вот сексуальный драм лук слишком много сексуальности конечно чуваки но вы сами слышите этот проект он просто вообще разносящий я не знаю он просто был написан каким-то благословением сверху это просто обычный смех который я просто нарезал хоть в проекте не сильно слышно но он тоже дает свой вайп и завершающий наш с вами драм лук это вот это а теперь чуваки все карты я вам раскрывать не буду какие обработки и так далее это вы все заберете чуваки на 300 лайков поэтому вам чуваки нужно дать бешеный актив на этом видосе распиарить распространить как только можно чуваки стартует конкурс в моем телеграм-канале чтобы под один из моих битов сделали видео тик токи если он набирает 1 миллион просмотров что вы получаете 50 долларов поэтому чуваки все ваших руках дерзайте делайте забирайте теперь щеки напомню быстренько про драмки ссылка на него находится в описании звуки от вот почти вот эти все были взяты именно оттуда также стартует курсы если у вас есть друг который хочет начать писать биты но у него не получается поэтому чуваки welcome добро пожаловать курс от атлантиды научим всему быстро за три недели качественно все остались довольны отзывы какие-то которые уже есть которых людей я уже обучил можете посмотреть на сайте ссылка на сайт чуваки в описании поэтому давайте мы уже просто включим вот эти все звуки и просто насладимся этим и добрый б lit без синок skin но а и не а -а но в в Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все, чуваки, вы послушали этот проект. Также, чуваки, обязательно напомним, не забываем про драмгиты, курсы. Ссылка на все находится в описании. Вся интересная инфа про канал и в целом мою жизнь тоже в описании. Ссылка также на телеграм-канал. Теперь, чуваки, подведем итоги. Проект немного сложноватый. Конечно, вот здесь я скажу, что он немного сложноватый, так как он написан немного нестандартно. Плюс к тому же вот эти слайды, BPM, вот это все аккуратно подобрать и сгармонировать, это тяжело. Но если вы научитесь, чуваки, топ-чарты ваши. Ссылка на это все будет тогда, когда на этом канале наберется 300 лайков на этом видео. Поэтому, чуваки, перебегаем. А давайте мы уже будем с вами заканчивать и начнем с вами немного Трус Тори. Ну вот и все, чуваки. Видео подошло к концу. Проект получился сочный, вкусный, классный. Также, чуваки, хотел бы вас помочь, попросить о помощи точнее в продвижении курсов, потому что курсы уже стартуют в понедельник. Пару людей уже записались. Но если у вас есть такая возможность помочь мне с курсами, я буду только рад. Для этой помощи можете связаться с моим менеджером Базальтом. Ссылка на него находится в описании. Дальше. Что я вам хотел сказать, чуваки? В общем, при выборе своего друга-партнера, подумайте головой. Почему? Потому что при выборе партнера, она вас должна возбуждать не только в сексуальном плане, чуваки. Она должна вас еще и возбуждать в интеллектуальном. Ну, то есть, та девушка, с которой вам, ну, вот, хорошо даже просто общаться. Вам не нужно с ней ебаться. То есть, вам с ней лежать просто нереально комфортно. Вы можете без телефона, блядь, разговаривать, пиздец. Я не говорю про первый этап, чуваки, отношений. Да, вот эти первые три месяца, когда у вас эйфория, ебашит пиздец. А вот пятый месяц, шестой, седьмой, восьмой, может быть, через годик. Вот смотрите, как вам с партнером. То есть, если вам с ней приятно общаться, вы на одном интеллектуальном уровне, это уже шикарно, чуваки. Почему? Потому что, допустим, вы себе выбрали, блядь, какую-то невебически красивую, да, там, блядь, девочку. Вы с ней ебетесь постоянно, да, это классно, хорошо, круто, да, но вам, блядь, становится 30 лет. У вас дети. Вы приходите с работы заебаный, убитый. Вы хотите поговорить с кем-нибудь, да, допустим. Ну, к друзьям хуй выйдешь, допустим. Они, блядь, тоже на работе. Они с семьями сидят. И ты приходишь домой, потому что это, ну, уже твое родное место новое, правильно? Ты пришел домой и решаешь, поговорю-ка я с женой, блядь. А ты ее выбрал за то, что она пиздец невебически такая симпатулька-симпатилька? Решаешь с ней поговорить, блядь, а не о чем, нахуй. Она ничего не может поддержать. У нее в голове там, блядь, песики, собачки, маникюрчик, там, блядь, белье какое-то, какие-то прикольчики в ТикТоке, Рилсит, Карма, карты, блядь, вот эта вся охуня, это вообще, блядь. Чуваки, короче, вам это нахуй не надо, блядь, я уверен. В общем, вот. Я, ну, блядь, я сам не семейный человек, да, чуваки, но я вот уверен в своих словах, ваше тут уже желание прислушаться или нет, это первый момент. Второй момент, при выборе друга такая же ситуация. То есть, смотрите, что к вам относятся так же, как вы относитесь. То есть, сколько отдаете, столько получаете взамен, потому что вам будет неприкольно в моменте осознавать то, то, что вы к человеку пиздец как тянетесь, а на вас хуй ложат, и к вам, блядь, вообще ноль импакта какого-то. Это будет супер неприятно, поэтому, чуваки, учтите этот момент. Дальше, чуваки, что бы я еще вам хотел сказать. Пробуйте, всегда что-то пробуйте. То есть, не надо, блядь, чуваки, сидеть на месте, не надо, блядь, вот так вот то, что, ой, да, это не получится, это хуйня, я лучше пойду, то, что я умею делать, блядь, играть в Майнкрафт. Ну, это хуйня какая-то, чуваки, блядь. Типа, гораздо интереснее что-то новое изучать. Типа, вам никто не говорит сразу становиться гуру в этом деле, блядь. Вам никто не говорит стать профессионалом в этом деле. Ваша задача, блядь, просто попробовать. Ваша задача это разными схемами обмануть эту гробиную ракетку, да? Вот. То есть, пробуйте, не получилось, ну и хуй с ним, вы хотя бы, блядь, попробовали, чуваки. То есть, вы уже чуть-чуть прокачали свой, блядь, разум, нахуй, да? Вот. И не служите всяких долбоебов в ТикТоке. То есть, блядь, чуваки, кто вам говорит, какие должны быть отношения, даже я, блядь, чуваки. То есть, я говорю свое мнение, и к нему не надо прислушиваться. Это субгубо ваше, ваше отношение. Для вас что-то может быть правильным, для меня нет. Отношения с чувакей это всегда субъективно. Отношения не могут быть объективно правильными или неправильными, потому что для каждого человека они по-своему. Каждый по-своему проявляет или получает любовь. Поэтому, чуваки, этот момент учтите. Вот этих долбоебов в ТикТоке, блядь, которые вам навязывают, типа, там, блядь, тестостерон, вся вот эта хуйня, чуваки, забейте хуй. Вот этого тестостерона, хуй его нету, блядь. Типа, ну, по факту он, блядь, не доказан, вроде как я читал, ну, по последнему разу. Типа, нету такой хуйни, вот. Ну, типа, да, есть, но он, типа, не так, типа, вот этого, блядь, тестостеронечку надо подкачаться, блядь. Вот эта хуйня полная, чуваки, просто, блядь, будьте мужчинами-поступками, блядь, не словами или вот этой всей хуйней, то, что вы, блядь, там, в зале ебашите, да? Просто будьте мужчинами, блядь, реально, на деле. Не надо вот это, блядь, показывать или что-то еще просто. Вот по факту, если вас касается, вы на деле доказали, что, блядь, ты мужик. И, чуваки, что я вам хотел сказать самое главное напоследок. Отношения, любые и ваши дела любят тишину. Так что, чуваки, вступили в отношения, не надо, блядь, всем вот так, блядь, бегать с телефоном, ваш каждый шаг снимать. Говорят, ва, смотрите, я в отношениях. Это все хуета. Это вам нахуй не надо. Лучше вот двигайтесь вдвоем, чтобы про отношения знали вы и она. Да, я, ну, типа, я понимаю, там, пару фоточек можно, хорошо, но не надо, блядь, чуваки, прям, совместный аккаунт в ТикТоке вести. Потом, блядь, вот эти вот постоянные, совместный аккаунт в Инстаграме. Совместных миллиард, две тысячи триста фоток, блядь, в Инсте и в ТикТоке. Вообще, где только можно, это нахуй, не надо, лучше в тишине двигайтесь, чуваки. То есть... То есть, чуваки, есть какой-то повод, да, там, куда-то в ресторанчик сходили, можно выложить. Но и то редко, то есть не надо каждый раз все выкладывать. Поэтому, чуваки, и даже ваши движения, планы, какие вы собираетесь смутить, тоже не надо никому рассказывать, потому что все может пойти по пизде. Поэтому, чуваки, двигайтесь аккуратно, тихо, но грамотно. А так, чуваки, с вами был Атлантида. Надеюсь, все мои мысли, которые я вам сегодня донес, вы поняли. Не обязательно, чуваки, к ними прислушиваться, к ним, блядь. К ним не обязательно прислушиваться, можете просто послушать и все. Может, какие-то сделаете выводы. Может быть, что-то для себя подчеркнете. Но на все сто вытянет, вот эти, блядь, мысли, ну, не надо, чуваки. Типа, думайте с головой, что вам надо, что не надо. Потому что я делюсь своими мыслями, для меня это объективно правильно, а для вас это может быть объективно неправильно. Поэтому, чуваки, давайте на этом закончим. Еще раз упомяну, что курсы уже начинаются с 22-го числа, а именно в понедельник. К тому же ссылка на драмки в описании, ссылка на телеграм тоже в описании, на все мои соцсети. Поэтому, чуваки, побежали, зашли, везде подписались, прожали лайк. А так, чуваки, с вами был Атлантида. Надеюсь, видос вам понравился. Еще обязательно скоро увидимся. Чпоки, чпоки.